Григорий Марк, Ленинград, Бостон Тот седой человек был совсем на меня не похож. За накрытым столом он сидел неподвижно и щупал голубыми глазами лежавший на скатерти нож и взахлёб армотал, на губах шевелился испуг, конус слипшихся звуков торчал изо рта, будто рупор. Серебристое облако быстро сгущалось вокруг. Клумбы круглые фразы Весь тот сад разговор, где слова распускаются, как лепестки поутру в свете солнечном, наперекор темноте и друг с дружкой наперегонки. Но цветок остаётся собою, пока до него не дотронутся, не отделят бормотание предсмертное от стебелька. Свет в комнате гаснет, и ветер, влетая в окно, словно фокусник, вдруг оживляет лежащие вещи. Мой пиджак, поднимаясь со стула и как-то чудно прицепив к себе брюки, во тьме возбужденно трепещет. Рядом с ним возникает знакомое длинное платье. Угадать уже можно бесплодные груди, колени, не касаясь друг друга, танцуют они над кроватью, повторяя движения. На стенах их белые тени тянет холодом, ветер свистит тростниковой флейтой. Снежинки, прощённые души, здесь живших когда-то, с вещами, с тенями, на стенах сливаясь, кружатся. И чей-то испуганный голос бормочет. Не надо, не надо. Прилепившись, сливались изгибами. Сердце стучало. Наше общее сердце, твоё и моё, гулкий стук отдавался в двух клетках грудных. И ползло одеяло в темноту над кроватью. И всё исчезало вокруг. Если двое когда-нибудь были один, это мы. Это мы, когда всё исчезало вокруг. И края одеяла, я знал, становились границами тьмы. И знал, что если один был когда-то двумя, это я. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok